Всем приветики, всем добрый вечер. Здесь и сейчас началась трансляция турнира 7.54 Golden Format Cup номер 128. Сейчас у нас будет, будем стримить команды под названием Grand и Speed Gaming. Две замечательные команды и будем наблюдать за их боями. Со мной вместе сегодня будет моим помощником Maximus, зовут Дима. Дима, привет. Привет, привет. У тебя приглашения пока нет? Не, жду. Хорошо. Так, ну я пока зайду, поставлю музыку. Радио включу. Пока наши команды собираются. Дима, может зайдешь, пока у нас такой небольшой перерывчик, почитаешь турнирную сеточку, какие команды сегодня будут играть? Да-да, вот мне уже скинули приглашение. Ой, замечательно. Заходи и отправимся с тобой вместе, поглядим турнирную сеточку. Давай. Ну, по турнирной сетке вижу сегодня небольшое количество команд, но при этом вижу довольно-таки сильные команды, которые раньше занимали призовые места. Ну, вообще играют команды НСС против Гра-ТМ, потом просто Гра против Спидгейминг, Пуш против Феномена, если, наверное, быть точным. Сильвер, сливаем ПКД против Феникса, РБ против Пианино, Гудгейм против Варанс, или Варанс, как-то уже там, Гудньюз против Иол Джениус и Шадов Тим против СКБ. Да, и также по турнирной сеточке мы видим, что Гудгейм, ну, видимо, оформили неявку, в общем, команда Варанс уже продвинута по турнирной сеточке, и противника у них, я так понимаю, сегодня нет. Ну, а мы еще раз напоминаем, будем стримить и наблюдать за поединком команд, таких как Гра и Спидгейминг. Еще раз всем тем, кто присоединяется на твичик ESL, огромнейший-огромнейший приветик от нашего сегодняшнего стримерского составчика. Это Дмитрий Максимус и LadyBosswoman Любовь. Всем привет, Люба, мне тут кинули приглашение, но тебя здесь нету. Я туда попал, куда нужно. Так, подожди. Так, так, так. Я тебя не вижу, ты попал не туда. Мне кинул Зафарчик из Галакси. Нет, 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 тебе нужно, чтобы кинул приглас, сейчас скажу кто. Зафарчик мне тоже кинул, но я в другой команде. Dead Ball Гра должен был пригласить. Я понял, но приглашения пока что не было, жду. Пусть. Ребят, добрый вечер, скиньте, пожалуйста, Максимусу приглашение. Он не в игре, почему-то. А ты открой, пожалуйста, приватный канал, он в игре. Переходи обратно на Ру-1, если ты переж... Нет, ты и так на Ру-1, просто ребята тебя не видят в игре. А как ник его? А, Dead, как-то сейчас скажу, Dead. Dead Bull. Кинул. Вот, есть приглашение. Угу. Присоединяйся к нам. Все, теперь бери на предателя. И дождемся, когда ребята соберутся полным составчиком. И отправимся с тобой наблюдать за двумя прекрасными командами. И очень надеюсь, что бой будет зажигательный и интересный. Я тоже на это надеюсь. Ну, в новом формате это, в принципе, должно быть. Стоять просто нет смысла. Поэтому, я думаю, ребята будут что-то делать. Это уж точно. Ну, ты знаешь, бывает такое, что ребята и в 7.54 затаскивают в последнюю минуту. А до этого как-то перетягиваются тоже. То есть, уже научились они, знаешь, как в 7.42. По перетяжке по карте, туда-сюда, поехать, объехать. И к тому же, все это происходит чаще всего на такой карте, как Утес. Самая быстрая карта, которая была у нас по развороту событий в 7.42, стала теперь, вернее, начинает становиться самой-самой затяжной картой. Хотя тоже, там ребята берут легкий сетап, практически все светлячки. Вот, но затаскивают на последние минутки. Но теперь, да, перетяжки между двумя базами. Поэтому все уравнялось. Вот, уже тут пикают, ребята. Берут танки. Сейчас начнется бой. Так, видим, что в одной из команд будет Т-150. Очень такой довольно странный выбор, но... Наверное, обоснованно, у них есть определенная тактика. Сейчас посмотрим. Ой, я одну букву пропустила, когда твой никнейм писала. Потому, ребята, не могли тебя найти. Ужас. Ничего. Ну, смотри, нашли же как-то. А, ну, в стримерской им отписали. Получается, команда, которая в атаке, взяла Т-150. Да, вы в атаке. Вот это поворот. Угу. Ну, посмотрим. Видимо, действительно, у ребят есть тактика. И к тому же, такая команда, как Speed Gaming, не раз занимавшая в 7.54 первые места, они у нас вчера заняли первое место. По-моему, даже позавчера или вот, ну, буквально на днях. Так что ребята играют хорошо, ребята знают, что они делают и для чего они сюда пришли. А пришли они сюда за победой. Ну да, две очень сильные команды встречаются в бою. И тем временем нам на Twitch пишут и пишет Евгения. Привет стримерам Люба. Привет, хорошего стрима. Спасибо, Женя. Так, ребята, все готовы. Узнали нас с тобой, готовы ли мы. И отправляемся в бой, потому что стримеры всегда готовы. Правильно. Нам танчик выбирать не нужно. И подготовить голдовые расходники нам тоже не нужно. Поэтому мы всегда готовы и готовы ожидать готовности команд. Ну что, давай, наверное, пройдемся по составам, пока идет загрузка. Давай, проходись. Я тебе уступаю. Так, а давай сделаем немножечко по-другому. В команде Speed Gaming играют 350-100, два ИСа-3, КВ-5 и Т-150. А в команде ГРА играют 350-100, два ИСа-3 и два обычных ИСа. Да, но ник 2-го 50-100 лучше мечтать. Румпельштицхен. Не, ну да, она как бы там... Ну, ладно. В общем, по разъездам... А тем временем, значит, команда ГРА занимает оборонительные позиции. Ага, нет, не совсем. Оборонительные позиции, да, заняли только 250-100, и то они просто на встрече. Все же остальные отправляются, в общем-то, занимают совсем другие позиции, нестандартные. Они поехали в атаку, поехали на центр, и 23-х немножечко отправляются в сторону Банана. Смотри, как интересна игра, выстроились на защиту именно Банана. Нестандартно. И уже 50-100, 50-100 получает урон. Вот так вот. Так, ну что ж. Что же мы видим? Видим, что ребята посылают плюшки друг другу, и пока, да, 50-100 получил в команде спидгейминга. Так, и все замерли пока, кроме 50-100 команды спидгейминг. Он явно что-то задумал и куда-то перетягивается. Ну и вот, да, и вот 50-100, Сталин Дэн, он переезжает на третью, вторую линию на всякий случай, чтобы предотвратить захват первой базы, которую сейчас в данный момент Тимгра более-менее отдали. И заметь, вот нестандартный такой вход, они подняли сотку наверх. Да, обе команды, кстати, подняли по одной соточке на горочку. Да, ну, на самом деле, раковая печенюшка пытается куда-то перелезть, но у него не особо это получается. Хотя вот, близко что-то получилось. И сейчас он встретится с соткой на горе, который его не ожидает. И вот, раковая печенюшка начинает раздамаживать. Так, есть как попадание, так и не попадание по танчикам. Так, ребята обмениваются дамагом, 2-50-100 на горе. Ну и раковая печенюшка в неудобной позиции ошибается, получает лишний урон. Да, но к нему на подмогу едет еще один 50-100. Да, это может закончиться плохо. Для 50-100, да, команды Гранд. Но, пока, да... Но, если он вовремя уйдет... Ну, вовремя уйдет, он пока...